так ну и это мой первый далеко не первый беларуси но мой первый инжир который я получил саженец это желтый король получился это просто желтый инжир вот можно уже оторвать это второй плод с этого самого кустарника о инжире абсолютно любительски потому что полной жира получают но для меня это экзотика что сказать по инжиру очень нежные очень вкусный замечательный жир только что мелкий почему мелкий потому что я здесь снимал почву находимся в неотапливаемый парнике в грунте у меня давно инжиры сидели но ничего хорошего из грунта получить только листья которые обмерзают листья крупные шикарные все в грунте но плодов не было вот я получил первое плодоношение по-моему это саль или мой или от володько ты известный жировод который начинал больше всего в беларуси ну вкус сладкий запах такой сахара много получилось я тут пробовать не буду все равно вкус не передается на видео и из 10 сортов в этом году у меня порадовал ну видно не лист мелкий почему потому что тощая почва жир любит жирную почву помимо жары которая была в парнике у меня получилось плодоношение на сорте ферома вот тоже мелкие из-за того что не хватает здесь жирности почвы несколько плодов отвалилась но они именно незрелые твалились плод твердый они так и за зиму и по-моему это называется брэбы которые первые плоды которые зиму на зиму уходят я могу ошибаться есть фиг есть брэбы это там не уже подскажут кто инжироводы саженец получился из маленького череночка размером с мизинчик вот чего-то инжире люблю что он размножается как черти что взял посадил и все ну этому здесь почва понравилось может лист крупный красивый посмотрел про феррому один из зимостойких сортов которые минус 17 побеги минус 21 выносят статического мороза и он еще не урожай меня тоже удивил маленький череночек завязал 4 плода 2 отвалилась правда недозревшие два вот наверно зазимует ну и последние киви сейчас покажем средняя пятая порода которую я не думал ставить это результаты киви беларуси настоящие актинидия гибридная деликатесная с там соргу тащим она стоящий киви я про них уже снимал вот как они завязались так и не остановились не сказать что завязались потому что опыление все-таки не было если было пыление не быстро бы набирали оборот что с актиниди актинидия вполне будет беларуси меня неотапливаемая теплица с открытым с открытой гранью здесь статический мороз ровно такой же как на улице еще и ниже потому что именно мороз по воздуху потому что это у меня получается загубленная теплица это яма и было четыре плода 2 там что-то отбилось за сыпалась меня очень удивилась что они завязались сорт это сорт хайвард с другой стороны у меня мужской опылитель тамури но он не цвел и соответственно я еще удивлялся может все таки цвел какой-то цветок проскочил целая заснимал она обильно красиво хайвард это американский сорт я не знаю плантациями уводит у него средний размер она легкая по всем характеристикам хорошие хорошие киви киви будет вполне на только опыление и по моему кто-то там петр чекун наверное на витебске у него то же самое было завязалось киви но не пошло в рост вот пятая порода которая которая я прогнозирую успеха что киви может 50 килограмм плодов с лианы давать и вот имея теплицу можно обеспечить себя такими хранящимися актинидиями потому что обычная актинидия аргута коломикта она не хранится и не может лежать дозариваться на подоконнике очень быстро портится а это мой второй парник вот сейчас сейчас я покажу тамури мужской опылитель как если верить этикетки как я покупал то этот амуре но это я узнаю только когда зацветет потому что уже очень он похож на то же самый хайвард может быть два женских экземпляра тогда надо будет доставать мужской сейчас у меня натрийский еще мужской опылитель для красный 3-4 сорта киви есть но это в другой теплице тоже хорошо развился надеюсь что даст цветение вот он самый тамури вот она этикетка тамури является лучшим опылителем для хайварда там оказывается каждый то что я узнал как любитель для каждого сорта киви свой опылитель для плантационного очень интересные есть красно-мякотные есть сейчас ой 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 что есть но опыт это время растянутое время путешествуем во времени со своим опытом ну а по красоте конечно это очень красиво вот она прет со страшной силой вот она успевает еще сейчас вот такие вот выдавать штуки знаете вполне возможно это все-таки мужской потому что таких побегов я не видел там условно женской ну точно уже женском растении вот это себя покажет а может быть потому что здесь больше света красивый лист розовый при у как когда она цветет это еще и ультрафиолетовые закрайки мужское растение выдает очень красивый он надеется что в следующем году это увижу но это только в следующем году в этом уже соответственно вот на этом все альтернативное такое северное садоводство садоводство третье тысячелетие с анатолием урловым вашим знакомым нашим вашим